Продолжение следует... Каждый день все новое. Знаем мы это, понимаем ли это, мы все равно каждый день мы читаем. И это вот недельная глава, лиха, начало пути, как мы сегодня говорили, пути Авраама. Удивительного человека, удивительной личности, от которой произошел народ Израиля. Человек веры, готовности следовать за призывом Божьим. И даже если Бог ведет в неизвестность, даже в непонимание, мы все равно как бы должны двигаться, если мы понимаем, что Бог куда-то нас ведет. Мы не до конца осознаем и понимаем. Даже я вам просто расскажу небольшое свидетельство. Вы знаете, что недавно был, ракета упала в этот, в Кириат-Яме, и прямо рядом с домом Аллы Буртенко. Алла, под Немиру. Под Немиру. И там прямо на две машины, машины сразу взорвались, загорелись. И сейчас я объясню, к чему я веду, что мы даже порой не понимаем, почему Господь выбил Аллу делать маникюр из дома, чтобы она не оказалась там. И дочка, и внучка не приехала, не была в доме. И взрыв настолько был, что повыбивало все стекла. И даже вот эти шарики, которые есть от бомб, они пробили там, не знаю, и сервант, и микроволновку. И она до сих пор, по-моему, эти шарики собирает. И вот как раз говорится о том, что пути Господни, они несповедимы, и порой мы не знаем. Ну, Авраам что сделал? Он пошел. Не знаю, куда, что это за земля, что нас там ожидает. И моя проба называется «Путь в сад жизни». И сейчас вы поймете, о чем я говорю. Я не буду очень много, потому что хочу сегодня коротко, чтобы потом у вас будет информация. Ну, мы знаем, что Тора написано кем? Моше, да? Но вообще, по идее, это автор земной он. Но вообще все то, что он получил, он получил от Всевышнего. И это была настолько близость, настолько было отношение, настолько, что Господь использовал, дал ему путь в этом. Там вывести народ Израиля, вывести, дать им Тору, то, что Господь дал, свои законы. И вот как человек, он не лишился свободы воли, вот как мы. Мы не решили быть свободными. Но он бы просто послушно им пошел и сделал свое призвание. И касаясь того, что в последнее время я сталкивался с несколькими вещами, вы знаете, что там я занимаюсь иногда и похоронами, и еще что-нибудь. И вот все время, у меня вот сейчас через несколько дней будет годовщина мамы, и все время слышу, когда молятся Ган-Эден, Ган-Эден, Ган-Эден. Да будет душа его, ее в Ган-Эден. И я стал размышлять над этими вещами, то есть райский сад Ган-Эден. И откуда началось существование человека. И начал размышлять на этом. И вот я немножко так пробегусь, чтобы немножко открылись у нас глаза. И я очень прошу, чтобы мы не только слушали, но и слышали, к чему нас Господь ведет. Потому что очень часто мы слушаем, но не слышим. Мы читаем слово, вроде слышим что-то, слушаем что-то, когда проповеди бывают, когда какие-то семинары, но слух у нас уходит в другую сторону. И слышание. «И взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эденском, чтобы возделать его и хранить его». То есть мы видим, что вот два первых человека, Адам и Хава, как они жили, как они радовались, какой у них был шалон внутри, полной гармонии. Не было ни раздоров, ни ссоров, ничего. И дал им такое повеление возделывать. То есть две первые профессии. Ганан Вейшомер. То есть садовник и охранник. И вот это первая пара людей, они начали жить в этой гармонии. Ничего их не мучило. Просто была Божья благодать. Они имели общение с Богом. Никакого зла, ничего не было. И вдруг появляется какая-то такая-то личность. И мы когда читаем, что в третьей главе, что змей был хитрее всех зверей полевых. Что это не животное, это зверь. То есть, как мы очень часто говорим, скорее всего, он был о двух ногах. И, видать, падший ангел, он вошел у него и начал использовать его, потому что он был мудрее всех зверей полевых. И тут он говорит, не ешьте, как сказала жене, что можно. Ничего страшного, можно есть. А Хава что сказала? Нельзя. И даже что она добавила, что даже прикасаться нельзя. Хотя этого Господь не говорил им. Да нам мы прикасаемся к каким-то вещам. Не только, не говорю, что съедаем, но прикасаемся. И это добавление, которое, сказала Хава, пришло и к нашей жизни. Иногда бывает, что мы не просто куда-то углубляемся, мы тоже чуть-чуть прикасаемся. Это не говорит о том, что нельзя прикасаться. Можно. Но самое главное, не залезть туда, в разные учения, в разные движения. Прикасаться можно, ибо все то, с чем мы живем, с чем дышим, к чему мы прикасаемся, что мы слушаем, что мы слышим. Иногда смотрю информацию там, допустим, что нас соблазняет, как соблазнила Хаву. Порой еда, магазины, там всякая реклама, похудеть, одеть то, все такое земное. Не говорю, что это плохо. И наши глаза все время всем-то соблазняются. И это такая вещь, что по идее все идолы. И даже не осознавая этого, мы все-таки являемся идолопоклонниками в каких-то вещах. И как бы прикасаемся к тому, чтобы был комфорт, очень хочется хорошо жить, очень хорошо хочется устроиться. И по идее мы порой ищем не того, что хочет Господь, а то, что говорили сегодня, что нужно общение. И Бог приготовил через Авраама путь к тому общению. И вот эта ответственность, которая лежала на Адаме и Хаве, расширять площадь рая. То есть расширять эту площадь Ган-Эден. И когда я стал размышлять, думаю, ну вот ладно, но есть сад. Почему... Спасибо, Макс. Почему говорят вот Ган-Эден? Ну, мы не знаем, кто попадает туда. Есть небесный Ган-Эден, был земной. Ну, это как образ того, к чему нам Господь хочет, к чему хочет нас вернуть. И тогда, когда они согрешили, Бог вывел их. И теперь, благодаря Ишо, мы как бы возвращаемся. Мы строим это все. Бог выбрал Авраама, чтобы создать народ, чтобы этот народ был кем? Царственным священством. Чтобы он привел все народы обратно, уже тот в Ган-Эден, в этот сад. Это путь. Но он не легкий путь, как мы говорим. Мы проходим испытания, то, что проходили. Сегодня я знаю, что у Аллы был стресс, у всех там вокруг был стресс. Мы когда пришли, там по этим стеклам ходили, темнота сплошная. Ничего не видно, потому что там этот, сгорел вообще автомат полностью, который на улице стоял, полностью меняли. Бригады были, вообще никого не пускали. От этого стресса даже собаке сейчас плохо, она перестала ходить. Хотя бегала, и все такое нормально было. Но в тот момент она была дома. Ну, хорошо она спряталась под едеал, ни один осколок не попал. Ну, стрессы происходят в нашей жизни. Но как из этого стресса выходить, если у нас нет взаимоотношений? Если мы живем тем, что у нас нету шалома, а в саду-то был мир, шалом полный. И когда мы говорим, что да, Иисуа, ты наш шалом. А все равно каким-то образом давление, которое на нас, этот страх, о котором мы тоже говорим, что страх приходит. Но я сейчас молюсь, чтобы вообще у нас ушел всякий страх. Чтобы у нас пришло полное доверие Господу. И мы видим, что произошло после того, как Господь изгнал Адама. Зло пришло, убийство Авеля, Каином, потоп, создание народов разных. И поэтому Авраам избран, чтобы начать менять этот мир. И заключил с ним завет. И что мы видим дальше? И мы видим, что Бог каким-то образом открывает нам через Мессию Царство Божие. Это почему говорит Лаишо? «Покатись, ибо приблизилось Царство Божие». Мы все время стараемся. Нужно спастись, нужно спастись. А что значит спасение? Спасение – это путь к чему-то. А этот путь как раз и есть в Царство Божие, только идет через покаяние. И Господь говорит, «Покатись, ибо приблизилось Царство Божие». Они знали, в то время народ сдал совсем другого Царства. Они знали земного. Но он говорит, когда я приду в вашу жизнь, когда вы изберете меня, этот мир придет вам. И я сейчас начинаю понимать, что вот здесь у нас уже есть, как он сказал, Царство Божие есть внутри вас. И вот здесь расширение должно начаться у нас, внутри. Когда мы понимаем столько проблем нашего характера, которые мешают нам прорваться. И когда вот здесь начинают изменения. Почему Господь сказал Иисусу, «Вникая в себя, в учение, вникать». Как я могу проповедовать Евангелие, говорить о Царстве Божьем, когда я сам не вникну и сам не меняюсь изнутри. Как я могу быть светом и солью для этой земли. То есть, получается, исполнение воли Божией, оно как бы показывает вхождение в Царство Божие. И Дух Святой помогает нам в этом исправлении. Но Господь также говорил, есть всякий, говорящий ко мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть, у нас у самих есть ответственность строить это Царство внутри себя. И потом, когда у нас строится внутри, мы можем говорить это людям. И я сейчас молюсь о том, чтобы была мудрость у тебя и у меня, как принести это Евангелие здесь, рядом с нами. Чтобы Царство пришло ко мне, внутренность мою расширилась. Чтобы Царство пришло в моем доме, в моей семье, в моих соседей, в моих близких, родных, за всех, за которых мы молимся. И, конечно, это путь, к которому мы идем, к которому мы должны идти. Мы должны помочь людям прийти в это Царство Божие. И мне понравилась одна вещь, которую сказал Дерек Принц. Нет Царства Иисусова, нет исцеления, о чем мы сегодня молились, об исцелении. Если этого нет внутри нас, то у нас не будет полного исцеления. То есть, все равно какие-то болезни, болячки бывают для того, чтобы как испытание, может, как жало в плоть. Я еще до конца этих вещей не понимаю. Почему столько верующих, и они больны, и мучаются, и даже некоторые умирают, потому что что-то не так, а как разобраться. То есть, взглянуть в себя, во внутреннее свое. То есть, сейчас я смотрю, что наша цель, то, что произошло вначале, начать исправлять. Но исправление начинается с самих себя. Кто это? Это мы инструменты. Ну, смотрите, Сатан, дьявол, древний змей, уже об этом Леон как-то говорил. То есть, он хочет украсть у нас и погубить все то, что Господь нам хочет дать. И все равно он будет низвержен, как написано в Откровениях. Змей, как великий драгон, древний змей. То есть, это все как бы показывает нам то, что было раньше. И когда мы, я знаю, что мы многие читаем, изучаем Писание, вникаем. И, конечно, сейчас смотря на то, что происходит, ну, как бы и раньше смотрел на среди христианского мира, ну, вы знаете, что есть Пшат, то есть прямое понимание Писания. И там есть и Сот, и Тайна, и Намек, и Пардес, что в самом деле переводится как Сат. И вот, видите, он хочет нас в этот Пардес войти, но туда так просто не войдешь. Надо разобраться в этом, что значит Сат. Не просто там яблоко или что-то, там много-много разных вещей. Ну, как парк, знаете что. И тебе надо пройти везде, наслаждаться этим, удовлетворяться этим. И в этом, этот сад, как бы, не просто так, ты вот раз посмотрел, ты размышляешь. Ты вникаешь и видишь, насколько велик Господь. И сейчас смотришь на то, что происходит в наших жизнях, я думаю, как Бог удивительно сотворил нас. Что когда какие-то вещи происходят, как у нас быстро заживляемость где-то происходит. Там поцарапался или еще что-то смотрит, вдруг новая кожа наложилась. И вообще удивительно. И глаза, и уши слышишь, видишь. Я же каждый день благодарю Бога за мой организм. Благословляю каждый орган в отдельности. И даже то, что я не помню, я благодарю за все, что ты даешь мне. И вы знаете, среди ортодоксального мира, они каждое утро даже пойдут в туалет, они благодарят за то, что у тебя все работает, отверстие, что ты можешь в туалет нормально ходить. Это же прекрасно, правда? Я опять говорю об ответственности. В Луке написано в 17 главе. «Быв же спрошен фарисеями, 20 стих. Когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. То есть уже есть. Как это хорошо, когда у нас есть внутри это Царство, которым правит Иисус. И как важно почувствовать, чтобы Его Дух, этот Батколь, в этом саду, когда Он слышал этот голос, чтобы Он звучал внутри нас и быть чувствительным к Нему. Я говорил, что у меня небольшая будет проповедь, короткая. Я думаю, что, по крайней мере, я какую-то идейку вам подкинул. И вы можете позадуматься над этим, поразмышлять. Но я очень молю и прошу, Господь, чтобы вы вникали все-таки в себя. Мы хотим кого-то поменять. А поменять нужно самого себя. Мы иногда цепляемся за какие-то вещи к своим родным, близким, к женам, к мужьям. Посмотри, почему ты цепляешься. Что в тебе не так? Где у тебя нету мира внутри? В какой области? Попробуй отдай комнату каждой своей жизни, каждой сферы своей жизни отдать, чтобы Он вошел в каждую комнату твоей сферы. Не только какую-то часть. Всю, полностью. И тогда мы начнем принимать этот мир и понимать этот мир, в котором Он хочет нас вести. Я хочу прочитать 2 Коринфянам 4 главу, 14, 15, 16, 17, 18 стих. И, наверное, на этом закончим. Знаю, что воскресивший Господа Ишуа воскресит через Ишуа и нас и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Амин. И не забывайте, потому что о вину, чтобы сама Господь к чему нас учил молиться, о чем Он говорит. Отец, Он с небесной, придет Царствие Твое. Придет. И я тоже молюсь. Каждый день мы молимся перед сном. Не просто так стандартно, как некоторые молятся. Нет, она у нас занимает очень много времени, эта молитва. И когда мы молимся, я прошу Господь, чтобы на самом деле Царство пришло в каждую область моей жизни. В моей семье, в моих детях, в моих внуках. В моих родных и близких, даже соседей. И я так благодарен Богу, даже, извините, за эту войну, потому что мы много-много лет вообще не общались с соседними. А сейчас хоть там, в бомбоубежице мы можем встретиться и сказать шалом, и пообсуждать, и порассуждать, если кто-то что-то понимает. И может быть сказать о Царстве Божьем. И слава Богу, Господь хранит нас. И я молю, Господь, храни каждого из нас. Как Ты сохранил Аллу, как сохранил многих из наших. Господь, прошу, чтобы наше Царство расширялось. Царство общины расширялось. Царство Твое внутри нас расширялось. И это Царство Израиля расширялось, чтобы мы могли влиять на этот мир. И на то, что происходит вокруг, чтобы пришло к людям понимание, что это суды над нами, над народом нашим, за то, что мы делали что-то неправильно. И пусть исследуйте Писание, посмотрите, сколько войн происходило и самих за нас, потому что мы отходили от него. И я думаю, что все, что сейчас происходит, это все еще цветочки от того, чего еще будет. От того, что народ до того опустился. Народ Израиля, еврейский народ. И я верю, что эти толчки будут. И скоро, скоро, не скоро. Некоторые говорят, последнее время. А я слушаю, слышу, когда Господь говорит о том, что какие будут, как в 24 главе Матфея, какие будут последние дни, когда ученикова спрашивали. Войны будут, землетрясения. Мы слышим, какие сейчас наводнения. Такие, что целые чуть ли не города смывают. Всякие стихи небесы, болезни. Что сказал Иисус? Это начало конца. Я не знаю, когда этот будет конец. Но начало конца есть. Может, еще сто, двадцать лет пройдет. Десять лет. Может быть, не знаю, сколько. Но начало конца уже есть. И мы должны быть готовы к тому, чтобы встретиться уже, когда уйдем в иной мир. Будьте благословенны. Пусть Бог хранит вас. И пусть благодать Господа нашего Иисусуа Мессии. Это безмерная, безграничная, безусловная Божья любовь Отца и общение Роа, Ходес да пури выйдет со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok